что такое интерференция интерференция имеется ввиду на тонком плане которая происходит между человеком и какими-то другими существами сущностями или теми же людьми возможность испытать определенный опыт я вижу такую картинку как-то лабиринт причем такой лабиринта раньше были пластиковые и шарик металлический пластиковый куб прозрачный и в нем много уровней и опускается металлический шарик маленький и вы по этим начинает бегать его куб крутишь и он опускается в разные места на разные направления является чем является интерференция данном случае создание барьеров функция интерференции та которая я подразумеваю это именно взаимодействие с существами другого порядка вибрационного состояния это возможность создать некий барьер который олицетворяет данная аллегория это вот именно вот границе по которым идет шарик а вот эта дырочка переход на другой уровень это что такое это развитие планированного опыта запланированного опыта то есть когда шарик проходит по всем уровнем падает в лузу элемент расширения и момент осознания через который человек переходит на другой уровень и в этом уровне взаимодействие продолжается выстраиваться иные конфигурации направления движения личности персонажа по выбранному заранее спланированному пути это основная функция которую выполняют ограничительные а у меня даже тут слова ограничительные состояния которые переживает человек по своим физическому воплощению тем чем является интерференты когда их видим на тонком плане телепат видит на тонком плане это действительно они так существует или это некая проекция которая создает телепат своим умом своим знанием об этой теме восприятие той или иной формы не имеет значения в некоторых случаях конфигурация существ может быть просто некой энергетической субстанции которая может не визуализироваться контактером но это не значит что отсутствует взаимодействие визуальный эффект формирует некие образы которые я на данный момент имеют знать имеют некую плотность имеют схожую вибрационную составляющую с объектом интерферируемым то есть тот кого интерферирует человек и те у кого вибрационная составляющая но плюс-минус схожа диапазон достаточно высокий большой но присутствует некая схожесть у меня идет слова гуманоидность вот это если есть некие отдаленные какие-то микроэлементы относящиеся к этой вибрационной составляющей то телепат может визуализировать некие образы которые будут налагаться на его знания если у телепата у меня вопрос если у телепата отсутствуют какие-либо знания оба раса гуманоидных или каких-то других на планетных существ как он будет воспринимать тогда интерференцию интерферент элементы торможения они будут визуализироваться по-разному по большому счету все что является некой ограничительной бессознательной средой которая управляет поведением человека это все можно назвать интерферентами сюда идут и психологические разборы психотренинги которых а человек прорабатывает некие тормозящие него паттерны поведения если он доходит до того состояния когда он определяет для себя если он нечто что его что ему мешает двигаться дальше то есть он как бы это фиксирует в какой-то момент и у него даже на том этапе что он как это вот как человек идет да и а у него там груз привязан он идет идет и даже не обращать но как-то тяжелее ему стало тяну видимо такая вот дорога но он даже не догадывается о том что у него сзади груз привязан к одежде у него даже нет не возникает необходимости повернуть голову и посмотреть это такая вот как бы предыстория а когда у человека возникает возможно желание вдруг импульс посмотреть назад и увидеть что там что-то лишнее есть что его мешает что он может отцепить вот здесь все что все процессы которые позволяют человеку это сделать начиная от физиологических процессов с телом это даже может начинаться как правило с тела то есть человек начинает болевые какие-то ощущения испытывать при этом он обращается в традиционную медицину но но это как раз сейчас быстро перескакивает психосоматике речь идет он лечит болевые ощущения но боль не уходит тогда человеку идет импульс идти дальше он к нему приходит вот второй слой какой-то ментальный да что у него появляется информация о психосоматических проблемах что боль может вызывать не только физика там травма а какие-то психосоматические особенности мысли стресс и так далее у него открывается другой слой он поднимается выше здесь включается все что касается психотерапии зигмунд фрейд у меня сейчас вот это психоанализ и вся эта сфера которая раскрывает это эту эту тему более высокий план это когда идут разговоры про у меня вот этот джон диспенза сейчас возникает это как раз когда человек понимает что даже психосоматика она больше к физике относится но есть еще нечто выше это наши мысли и чувства которые управляют руководят нашими реакциями которые рождают вот эти психосоматические какие-то обстоятельства от которых возникает болевой синдром в физическом теле то есть человеку открывается информация что есть нечто называемая вот этим как мы тоже тоже ментально то есть это более высокий мысли до мысленное мысли мысли управляет то что вообще в принципе нельзя не пощупать не проверить мысль ему открывается вот этот вот уровень информация что человек определяет свое состояние своими мыслями и уже не просто психосоматика а мысль рождает вот это состояние и так далее и вот дальше уже выше открывается более такой так вот это когда уж что так и так аж так агара у меня получилось большая а там где вот в этом в этом многослойном пироге где здесь вот уже интерференция когда внешнее воздействие идет уже не просто мысли а подключается вот это внешние некие сущности которые включаются в этот процесс они в этом пироге где вообще находится на каком уровне если взять эти все условия они все приводят к одному то есть у меня сейчас такая картинка вот схему если чертить один блок 2 3 4 5 и от всех этих блоков идут стрелки вот к одной сути вот сюда она приходит и это одна суть это суть является установки убеждения которая формирует сама личность в процессе своего созревания и движения в в этом физическом плане и это даже не сам вот человек а это некая над ним вот это его сознание но сознание именно человека физика сознание физики сознание тела сознание мозга это не тот высший аспект о котором мы говорим а это вот это индивидуальная частица которая соединяется полностью с телом вот она внутри этого тела вот это все она она формирует собирает причем у меня сейчас есть ощущение что все эти установки убеждения так далее это как а вот мне это надо мне это надо мне это надо то есть это такой вот как ребенок который вот приходит в это пространство да и он его удобно его на пол опустил только ползать начинает и все ему все интересно он это все тянет в рот он это все облизывает он это все как бы вот к себе к себе к себе он это все исследует и вот когда человек здесь рождается вот это индивидуальная душа она полностью соединяется с этим телом для нее все аспекты которые раскрывает это пространство они интересны и она все тянет все тянет в рот она все собирает все эмоции эмоционально вспышки какие-то которые в этот момент и привлекает сильно ее внимание есть какие-то эмоции на эмоциональные состояния которые фоном так проходит и они как-то ее не сильно коробят и это не остановится убеждением а вот там где у нее фокус внимания и интерес именно убеждение формируется на начальном стадии вот этим фокусом внимания к этой этому состоянию то есть и изначально базовое состояние базовая которая вот прям изначально ко всему начинает позволяет этому формироваться работа фундаментально сейчас говорю это интерес сначала рождается интерес к этому пространству любопытство какой-то эмоциональной ситуации а затем эта ситуация берется себе и из нее уже а та личность которая называется вот эго личность вот в теле которая формируется здесь в этом пространстве вот то что интересно это не индивидуальная душа которая зашла сюда а это уже личность которая останется здесь до когда физика разрушится и тоже как бы раз разойдется она из этих вот уже ситуаций создает себе некие паттерны о поведении которые в дальнейшем будут формировать ее движение в направлении по жизни и здесь уже будут зависеть какая там какой был контекст есть паттерны которые могут двигать личность типа будут паттерны которые будут в какой-то момент ограничивать чем-то мешать и так далее там уже и персонально индивидуально как вот у человека надо конкретно смотреть персонаж личность но изначально у всех возникает у индивидуальной души вот сейчас у нее нет желания внутреннего пострадать до придумать себе какое-то ограничение у нее нет интереса у нее вернее у нее нет задачи взять себе ограничение у нее есть интерес базово у нее есть интерес к этому пространству и она берет все где есть какая-то такая вспышка вибрации вот такая вот это если каким-то эзотерическим языком говорить вот в чем и в чем в чем такое базовое так скажем по поводу чтобы понимание было у индивидуальной души нет она не создает ограничение она создает направление внимание ограничение из этого уже формируют вот прям вот как кубики я вижу вот такие это уже как бы физическая личность она их там перестраивает уже уже включается че процесс вот физики ума психики физики вот эти нейронные связи вот это вот все там весь процесс начинает формироваться и все за начинает включается вся вот эта физическая систематика которая описывается психиатрами психологами вот именно эта тема я сейчас психологическая тема формирования да вот где ребенок растет какой среде в какой семье в какой стране в каком социуме и так далее вот поэтому вот этот многослойный пирог он как бы вот базу показывает с чего все начинается нулевая . с которой все начинается это интерес души индивидуальной души которые соединяются так скажем электромагнитная энергия индивидуальная душа который соединяется с телом и сюда воплощается это интерес базовый или есть какие-то ну интерес например ощутить какие-то конкретные состояния у индивидуальной души у нее такая функция я вообще все интересно а вот если чуть выше подняться фундаментально и то что мы называем высшим сознанием да сознание вот это у сознания есть некие такие так скажем очень очень такими большими по мазками некие направления но они очень широкие они не ограничены то есть у сам у как бы высшего сознания есть некий намек на определенное направление в котором она хотела бы получить но более так скажем какой-то опыт более внимательный как это более сфокусироваться вот на неком направлении это есть это есть как у высшего аспекта что называется то есть него это индивидуальной души а вот то высшее сознание от которого которое вот как бы как касается как наблюдателям я как вот но это как вот я объемная я такого высшая потому что вот тело индивидуальная душа это является частью меня вот если в этом контексте посмотреть но там арен просто знаешь маленько не понятен какой момент что если а что если у высшего сознания есть определенная как но направление да то в любом случае индивидуальная душа будучи его как части ну как в кавычках да не то что в кавычках ну да по сути это же некая часть его да если не мы смотрим с этой точки зрения то она по идее должна этот контекст также в себе нести вот этого интереса с нее если у высшего сознания есть на про в чем с чем связан вопрос что ли ну как людей да например очень много но каждое же свое воплощает какие-то у каждого свой комплекс таких установок убеждений соответственно каждый получает свой уникальный опыт через это и вот как бы откуда это и берется не очень я пока поняла как это происходит то направление которое сознание выбирает она проявляется и реализуется в желаниях у индивидуальной души у нее ей вообще здесь все интерес вот у нее вот это вот интересно все это пространство и она к этому пространству абсолютно открыта но вот эта корректировочка так скажем от высшего аспекта он как бы этот высший аспект он как курирует что ли вот я не знаю какие-то такие он как ментор он как куратор у как какой-то такой родитель который вот этого восторженного ребенка который пришел такой а это вот как ребенок который заходит и в магазин игрушек да там какой-то а вот этот ментор он говорит так ты будешь музыкантом да и в нем рождает вот это и вот в этой индивидуальной душе рождает и как желание любопытство он как вот его корректирует вот как ребенок вот смотри видишь вот вот музыкальный инструмент его такой класс и бежит значит вот в это направо вот это и начинает там барабаны стучать что-то там дудку дудеть звук класс микрофон петь то есть это как очень такое легкое оно абсолютно не давище одно не такое такого нет жесткого регламента а сейчас у меня такой вопрос а вообще есть жесткий регламент и мягкий регламент или есть варианты когда вообще вы полные так скажем упровизация дается индивидуальной душе да или нет да то есть здесь тоже надо сказать о том что у даже у этого высшего сознания есть разные а так скажем векторы сознания высшие сознания они тоже имеют разную вибрационную составляющую по которой условно примитивно можно обозначить как особенности характера то есть эти вот эти структуры вот что вот называем высшим сознанием они тоже вибрационно могут носить разные вот этот импульс какой-то вот они как как какие-то разные и вибрационные от них идут такие потоки и исходя вот из этих потоков формируется и то как это индивидуальная душа будет в этом пространстве физическом набирать так сказать этот опыт будет она в может быть такое может быть делай что хочешь делай что хочешь вообще есть такие эти и тогда он индивидуальная душа вообще бегает по этому пространству я вижу такого ребенка который набрал просто вот все вообще вот все сел такой вот он сидит на полу не будут конфеты игрушки он это все в рот все запихивает он все пробует он весь чумазый и чем это обычно заканчивается потом вот такой все устал и он тогда из всего что он попробовал он выбирает что-то такое особенное индивидуальное что ему интересно и начинает с ним играть он отодвигает все все расчищает себе пустое пространство ставит вот эту одну игрушку и начинается не играть то есть есть такие варианты и это в жизни но тут сразу это люди которые вот кутилы повесы легкие по жизни идут они там во всех 150 профессий пробует вот общество общество в целом таких людей осуждает потому что там где особенно в ярко выражены какие-то правила этот человек идет всегда вне этих правил причем особенность такая если у сознания души нет намерения каких-то конкретных задач то этот человек ну так скажем да который вот воплотился уже стал этим человеком вот это вот индивидуальная душа воплотилась на физику и стала этим конкретным человеком которому у которых нет никакой задачи ему просто вот здесь вот хочется здесь побыть в этом пространстве этот человек может в любом социуме родиться но даже в строгом социуме будет жить ну вот как вот как повеса то есть наперекор всему и пространство ему будет подыгрывать в этом то есть о для него по большому счету будет неважно где где он находится он будет перемещать ну а там начал перемещаться по всему пространству по всему миру может и вот эти факторы а есть такие у коту у кого конкретная задача то есть сознание которые воплощаются в этом пространстве сознания до воплощаются для конкретной задачи узко и тогда человек который формируется здесь это тоже физическая личность он тогда будет находиться вообще в очень узких ограничительных рамках поведения то есть в таких в которых он в принципе не сможет шаг вправо шаг влево сделать он будет идти по заложенной по заложенному по заложенной траектории и вот эти барьеры они будут достаточно жесткими сильными это тоже вот как некая задача кратковременность пребывания на физике тоже вот эта длительность физической жизни она тоже определяется некими желаниями вот так скажем я на высшем так скажем на высшим это высшее сознание то есть она там зашло на какой-то вот какой-то там кратковременной жизни но я сейчас у меня сейчас как вот знаешь я сейчас говорю информацию а есть какой-то некий второй слой то есть то что я говорю я говорю с позиции линейности с позиции актуальности информации которая будет интересно обывателю повседневной жизни в которой мы здесь на физике люди функционируем то есть эта информация она как для меня марины физики которая проживает вот эту линейную жизнь которая для меня вот она вот нафиксирована вот эта линия линия жизни и вот это как бы объясняется почему вот я в этом пространстве вот так то я воплотилась вот так то так то такие-то желания и так далее так у всех людей которых взять вот у них тоже есть определенная точка а точка б их линейное восприятие жизни почему так то так то формируется но это лишь одна из частей какого-то очень объемного объекта который вот знаешь очень похож на такие вот диско шары диско шар который на которой стекляшки наклеены много-много стекляшек да и вот то что я сейчас озвучила это одна стекляшка на вот этом диско шары то есть здесь очень информация многослойная она очень глубокая и я как вот я прям вижу как вот айсберг большой и у меня сейчас такая идет информация это то что здесь и сейчас надо то есть это я говорю о том что ну это же линейное восприятие а пространство оно вибрационное оно же нет начала ни конца ни вверх и ни низа вот в этом контексте как быть а этот контекст он уже так скажем за рамками этой обывательской действительности если мы сейчас говорим с позиции обывателя человека проживающую эту физическую жизнь про интерференцию так который сталкивается с интерференции которые отключают от интерферентов которые проживают определенный опыт вследствие ограничений наложенных а потом освобождены от этих ограничений он все равно это проживает в неком линейном пространстве поэтому вот этот срез информации который идет он дается для этой части а если это немножко отодвинуть и взять посмотреть другую стекляшку вот этого осколки вот эти вот эти стекляшки этого огромного так скажем вот этого диска то здесь уже может появиться какой-то другой ракурс а если сейчас я о каком ракурсе иду сейчас чувствую куда то уходит такая очень объемная информация которая вот ее в принципе можно распаковывать распаковывать но на нее уже надо сейчас накладывать контекст вопрос что конкретно вот если мы говорим вот сейчас я опять возвращаю это вот эту нашу обывательскую действительность вот это выглядит вот так то есть та информация которая сейчас сказал сказала она вот на здесь и сейчас да вот вот есть моя ветка реальности по которой я иду и вот на эту ветку реальности в которой я сейчас здесь и сейчас существую дается вот это как с пакет информации касаемой интерференции это так скажем вообще как это все начинаете сформироваться так если вернуться обратно к интерференции конкретно вот благослойный пирог значит что можно какой итог подвести если вот всему вышесказанному что в обывательском восприятии интерференции я это все вот эти изначально да то что начала говорить вот это желание индивидуальной души постичь все в этом пространстве а уже физическая личность складывает из этого некие убеждения формируются паттерны поведения которые по сути вот если говорить не частно а в общем и формируют некая направленность направленность течение я развития течение жизни данной личности через которые он будет идти коридоры вот эти коридоры формирует которым он идет личность так вот эти убеждения по сути есть фундаментальные такие энергетические блоки они прям вязкие густые это что такое это вот как желеобразная вот сейчас консистенция такая у этой энергии она фиксирует она собой напоминает такую как вот массу в которой насекомое попадает на деревьях смола но никогда на жесткая а когда она только начинает формироваться и вот эти убеждения они довольно вязкие и вот сейчас так скажем вот как лапкой попадается потом идет и тянется такая нитка из этого вот из этой субстанции так вот убеждения это аллегория такая они вот так работают они есть некая вот эта энергетическая субстанция которая фиксируется в определенный момент событийные да это как правило в раннем детстве формируется либо может быть и более позднее если это какой-то новый опыт но очень сильно эмоциональный в рамках которого человек получил какую-то очень сильную либо травму но больше чаще травмы прям идет это тоже может вот сформировать вот это убеждение энергетическое это вот такая вязкая субстанция вот представим так вот человек идет по тропе вот эта вязкая субстанция он в нее коснулся он двигается дальше и от этой субстанции тянутся нити такие вот прям вот их вижу как вот как смол от смолы от меда да вот от смолы от меда тянутся такие человек продолжает идти но это но на энергетическом уровне вот эти нити они продолжают тянуться проходит какое-то время и он пуляпывается грубо говоря новое на его жизни формируется еще одно убеждение она тоже вязкой энергии она тоже как бы все он ее уже касается и она тоже он дальше идет и тоже тянутся вот такие прям нити и когда этих нитей так скажем много то есть вот это движение человека но затормаживается и он допустим уже вот почему там сворачивать да он какие-то поступки как формирует поступки эти убеждения она просто вот это даже эта энергия например как энергия на как вот как работает как вот натяжение такой он уже не может прямо идти ему проще вот если он свернет ему проще будет ему легче будет то есть это уже как вот энергетическая такая вот прям на тонком плане энергетические такие вожжи что представляет собой вот эти субъекты которые мы называем интерференты вот в нашем понимании как ну всякие инопланетные может быть сущности или как это еще это вот в частности если мы говорим о каких-то существах гуманоидах вот которые взаимодействуют на тонком плане они тоже притягиваются вот на эти энергетические сгустки которые мы называем убеждениями вот эту энергию она очень вязкая она в они но они она может быть разная по своей структуре какие-то могут быть прямо вот как янтарь жидкий как мед сладкий какие-то могут быть густые я говорю они прям даже по цветовой гамме немножко как вот я вижу сейчас как нефть цвет густая такая то есть эти все на энергетическом уровне эти убеждения они вот как как мухи нами о как эти пчелы на мед мухи на мед кто-то насекомые короче которые летят на свет на этот то есть они эти вот эти энергетические они как привлекают к себе то есть они получаются как какие-то некие сторонние существа которые тоже формируются тоже в этом пространстве находятся они как бы тоже вот притягиваются вот этими этими этой энергии которая транслируется на энергетическом уровне она эта энергия она чувствуется ее скопление действия как они там держатся но здесь тут смысл такой это это вот эта энергетическая субстанция которая собой представляет это убеждение они как его как попитывают но чтобы не разорвать вот эти нити которые связывают с человеком вот но чтобы она вот как существовала эта энергетическая субстанция там есть какая-то завязка не просто энергия начинает человека сдерживает вот эти убеждения а здесь есть еще такое что вот вот человека как энергия идет а эта энергия идет на сами на поддержание а энергетического сгустка то есть тут еще опасность какая неприятная штука вот в этих убеждениях в чем там смысл что а это какой это уже бессознательный уровень поддержания вот этих энергетических сгустков во своем так сказать ну в состоянии а чтобы они там вот если то есть человек постоянно о них а каким образом вот эти сгустки поддерживать стоить поддерживается то есть между вот эти нити которые от сгустков идут к человеку они по ним происходит вот какой-то как взаимообмен энергии то есть как вы через эти нити человек поддерживает вот эту энергию таким образом вот это происходит поддержание вот эта энергия перетекания функционирование функ функционирование в соответствии с этим убеждением то есть внимание внимание бессознательное сознательно соответствующее поведение данному паттерну оно как поддерживает эту эту энергию в животворит такое идет слова в рабочем состоянии ну это и такое слово грубо немножко ну как вот энергии в живой энергии то есть эта энергия живая у этой а если а что происходит когда человек отказывается от этого убеждения он как про него забывает вот сейчас такое прям вот слов буквально вот как человек забывает просто он забывает что он когда-то там вот как-то там реагировал чего-то боялся страх темноты допустим и он просто про это забывает и вот эти линии они отпадают они как пересыхают которым вот шла энергия как родничок такой а потом перестала и он сихает отпадает сихает отпадать сихает отпадает и потом вот это вот субстанция она прям усыхает прям сухает и какая-то вот такая сморщивается вся и все перестает функционировать сама вот эта субстанция она влияет на человека какое-то вот убеждение сформировалась энергия в ней присутствует какое-то сознание каким образом она вот это вот привлекает да или нет умеет когда как микро микросознание вот то есть это сформируется такая небольшая энергетическая структура это нельзя назвать прям сознанием но как микросознание у этого объекта присутствует то есть желание функционировать желание существовать одно присутствует в этом уже можно даже сказать как организме вот это убеждение в этом только плане это вообще про гавитовый организм примитивные очень очень примитивный и у него есть некое только желание существовать этот организм этот убеждение как она действует от него идут легкие импульсы под прям как вижу энергии из этой кучки будут этим тонким нитям это значит что то я про нейронную сеть мне пришло это вот это как бы нейронная сеть нейронная сеть которая формируется и вот этот легкий импульс он так раз и ху прилетает и у человека начинает пошла мысль побежала какая-то мысль чувство родила и все хоп энергия прям пошла и пшух и сюда обратно прилетает прям такой пучок энергии вот в эту структуру и она опять вот все функционирует потом опять какой-то легкий такой но это не какая-то сознательная такая это как микро жизнь это как уровень такой прям примитивные конфузори туфельку меня идет но вот какие-то такие примитивные организмы но которые у них и заложена вот эта программа существования насколько его влияние на человека сильно видеть но это еще зависит от вот этого количества самой энергии то есть есть некие убеждением как страх темноты да там человек раз и забыл про это вот перерос определенный возраст и перестал бояться там темноты или еще что то то есть какая-то маленькая а вот есть как бы убеждение какие-то такие энергетически мощные и вот они могут сильнее как вот влиять как у них вот эти ветки они как толще даже и вот кстати на таких ветках вокруг них вот я как вижу как вот насекомые это то что вот эти насекомые это кто это вот ну то что мы называем мы их видим как интерференты то есть в некоторых случаях они даже залипают вот на эту энергию они прям вот как прилипают к ним как вижу как насекомые понятно да метафорично тонком плане на энергетическом уровне они как залипают и они даже вот как не могут вырваться как насекомые лапками туда в эту структуру и все и за счет вот этой структуры в принципе вот так и живет тоже подпитывается вот на этом на базе этих энергетических источников и я понятно говорю я читаю так это ушла в это знаешь так мне такой вот вопрос на основании на основе чего возникает взаимодействие есть же общий есть ну скажем так сообщества коллективные в которых но также есть существа естественно есть некие структуры эго со всеми установками убеждениями но там нет интерференции совсем то есть вот здесь вот эта вот особенность нашего пространства в чем как как возникает взаимодействие у меня сейчас идет такая картинка прям аллегория прям очень отражает вот представь ферма ферма прям вот прям такие американские фермы забором ограждены и здесь лоток для свиней свиньи свиньи хрюкуют едят вот тут насыпали куром зерна да тут куры едят тут значит то тоже какие-то утки гуси значит тут грязь лужа значит в ней там что-то тоже любит тут ходит там куры клюют так далее вся земля посыпана каким-то вот где-то там цветочки где-то гравий где-то тут же значит насекомые бабочки это здесь значит мухи налетели на простите этот помет так сказать от уток курей да они туда прилетели и такая прям жизнь тут все прямо все такое воздух жирное такое все такое смачное воняет запахов целая куча тут значит экскременты тут навоз тут цветы тут значит этот свиньи мы значит какой-то там навалили какой-то вот сюда каши каши малаша и здесь же и мухи едят эту кашу малашу потому что она такая питательная субстанция то есть вот представь вот это вот все да вот прям вот как это двор как это называется скотный двор скотный двор вот прям вот в лучших и и такой и человек выходит да еще такой тянется тоже вот утром там что-то бросил уткам у этим какой-то тоже идет уже вот это вот какой-то он такой все это вот какофония звуков разных а теперь представь завод где все стерильно где стоят эти станки механизировано все по ленте едет значит какая-то там штучка какой-то ну какие-то вот как ну что-то там изготавливать изготавливать нет это даже такой завод продуктовый вот что-то там они делают какой-то творог не творог потому что вот здесь вот стоят так вот коровы какие-то там к сиськам при эти приспособлены эти которые доят значит их все стерильно у каждой коровки своя значит то есть и здесь все стерильно все значит люди заходят у них значит все они в перчатках в халатах белых все все нигде никаких нет все эти коровки всегда всех секциях своих отдельных стоят на молоку которые дают тут же за часу это две мешается чан такой все значит нигде ничего никаких снисора ничего нет ни не мусора на чем может вот эта вся насекомая и так далее так сказать привлечь вот две картинки вот это все такое технологично стерильно а вот значит живая так сказать природа это я что хочу показать вот это наш пространство о котором мы сейчас говорим а вот это пространство так скажем более развитая и это я здесь хочу показать не отличать технологиях технологичность а просто именно разность функционала самого разность самого пространства которое создает условия для развития цивилизации то есть развитие цивилизации неких других условиях формируется по своим индивидуальным стандартам а конкретно если про интерференцию говорить то у них интерференция присутствует или отсутствует в той форме в котором она присутствует в нашем пространстве она отсутствует то есть вот так чтобы как они как грубо говоря мухи на мед паслись да вот на каких-то этих и об этом человек не знал был как вот базы до какой-то которую там используют в энергетическом смысле то в это пространстве это полностью отсутствует здесь если мы под интерференции подразумеваем взаимодействие существ взаимодействие наложения разных разных энергий она проявляется несколько ином но здесь есть тоже элементы деструктива наложение одной энергии на другой но они носят уже совершенно другую характеристику другую то есть у них тоже присутствует элемент развития но это совершенно другая характеристика и совершенно другое направление то есть той форме которой мы считываем она здесь в другом пространстве полностью отсутствует а если посмотреть она как там проявлено вот если раскрыть эту тему больше но она там скорее проявлена как как сознательное существа в этом пространстве они как бы себе сами осознанно создают какие-то условия сложные для преодоления и вот там возникает некое подобие чтобы эти условия создать некое подобие интерференции но там это даже не существа создают а именно как наложение одной энергии на другую чтобы создать некий конфликт или некое поле которое существо из того мира заходит осознанно как на как на симулятор и вот там как проверяет испытывает себя как вот проявляет что какие эмоции какие-то чувства что-то он как в этом поле понимает в какое направлении ему нужно развиваться и двигаться дальше то есть здесь очень точечно очень этот процесс он прямо совершенно но не похож и очень осознанно он используется для достижения прям вот конкретного результата что это для нем есть смысл прям вот который осознает существо которое на это идет это не бессознательные вещи которые в нашем пространстве происходят а но у меня такой вопрос то есть я интерферентов вижу как некие сущности которые вот на избыточном потенциале то есть по сути вот эти энергия которая возникает на убеждение и начинает как вот существовать как даже микро жизнь на это как своего рода избыточный потенциал о котором вот меня просто трансерфинг реальности мелькал то есть это энергия как избыточный потенциал и вот там где рождается избыточный потенциал это энергия на вот появляются некие структуры которые этот потенциал начинают использовать но здесь это общая канва то есть мне идет еще такая информация что это так общем в общем очень в общем информация потому что если смотреть более детально там могут возникать уже разные разные условия взаимодействия то есть есть как паразитирование энергии использование вот этой избыточной энергии которые человек не ну бессознательно так скажем транслирует вот в свои эти убеждения а есть интерференция взаимодействие с интерференцией но по сути она тоже возникает на базе неких убеждений и все равно если я я хочу просто за что сказать что есть же интерференция когда людей используют каких-то там вот этих научных научных целях в исследовательских целях там гибридизация вот этот проект который там и так далее то есть если фундаментально опять отодвинуться все равно это есть некое как вот это убеждение избыточного потенциала которое уже создало вот эту энергию там желание спасти весь мир допустим да почему-то вдруг вот ребенок сейчас быстренько до начальных вот когда он начал знакомиться с миром там какой-то у него на глазах какой-то погибло живое существо цыпленок я вижу допустим какой-то вот такой да и для него это такое произвело впечатление очень что он поставил себе что будет спасать всех и потом это с памяти стирается вот это остается вот это желание спасать весь мир и она такое становится очень сильным что на этом рождается некий избыточный потенциал и вот эти сущности которые как бы тоже формируется ну как тоже живут в своем так сказать пространстве и используют там какие-то свои это тоже вот как как пространство все это есть некие поля вот пространство одно второе третье в этих во всех реальности да что реальности живут некие некие существа иногда эти реальности могут вот как бы пересекаться вот одна вот вторая и вот это вот моменте пересечения вот вот здесь находится этот человек который как раз вот с этой интерференции который вот попал какие-то там там научные эксперименты условно сказать. Но все равно это тоже как на базе вот этого избыточного потенциала возникает. А может так быть осознанная интерференция без избыточного потенциала у человека, да или нет? Да, но я сама сказала, что интерференция может быть на осознанное. Когда человек осознанно вступает в взаимодействие с другим и обменивается энергией. Обмен энергии идет, а обмен энергии выражается уже на физике в разных взаимодействиях. Подожди, это не совсем тогда интерференция будет, потому что взаимодействие осознанное с обменом энергии, осознанное это не совсем интерференция, нет. Это не интерференция. Интерференция, давай тогда это как раз идет чистое взаимодействие. Без искажения собственной энергии. Интерференция вот эта от бессознательная, в ней есть некое в чем ключевой момент отличия? Получение. То есть это неравнозначный обмен, так скажем. Но есть некий элемент перекоса. Но опять смотря с какой позиции смотреть, понимаешь. Вот если с позиции смотреть более низкой физики, то я здесь вижу в бессознательной интерференции перекос. Перекос. То есть может быть нерациональное скачивание энергии из человека просто по максимуму. И при этом ему в обмен транслируется какая-то иллюзия полностью, которая никак его жизнь не меняет ничего, просто создает заблуждения какие-то. А тем не менее при этом человека просто используют как, грубо говоря, как дойную корову просто. А ему ничего взамен не дается. То есть вот в более низком уровне, вот когда мы смотрим на эту интерференцию физическую, она имеет элемент вот какого-то торможения. В этом взаимодействии нет равнозначности какой-то. Но это опять это откуда идет? Это уже тоже идет все вот эти термины равнозначности, взаимовыгода, да, равноценный обмен. Да, 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 равноценный обмен. Это все термины вот на этом уровне нашей вот реальности, нашей плотности, вот физики прям. Потому что чуть выше я поднимаюсь и вот с позиции сознания это все, ну, вот там игра, она не имеет значения по сути. Все есть опыт, все есть движение и единственный момент, сразу скажу, да, это к слову, почему информации я стала приходить, раньше не было информации об интерференции, ну, вот почему к человеку, давай так конкретизируем, почему вот человек жил там, допустим, сколько я, вот когда у меня была эта интерференция, отключение, большую часть своего времени я прожила, я про него даже знать не знала вообще, а потом в какой-то момент ко мне приходит информация и все происходит очень быстро. Вот, что это, почему, когда происходит отключение у людей, в какой момент, а когда это торможение становится очень, оно становится настолько, его много становится, что оно тормозит вообще как бы задачу исполнения задачи, ну, вот вся вот это, что мы называем человеком, это индивидуальная душа и его тело, да, это вот совокупность, он как подзависает вот в каком-то процессе, вот в каком-то отрезке времени, вот, ему надо дальше двигаться, а он вот завис, и тогда индивидуальная душа ей как надоедает, вот она начинает сигналы давать, что она уже тут все поела, уже тут все попробовала, уже во все тут поиграла 150 раз, и ей как-то это поднадоело, вот это ощущение, и вот тогда вот этот импульс появляется, как надо помочь, надо как-то из этой ситуации выйти, и вот это вот, так скажем, сверхсознание, которое создает предпосылки, в которых появляются возможности вот обрезать эти, так скажем, у меня просто я их вижу как нити, поэтому мне хочется их вот так вот просто обрезать, но тут еще какой момент, у меня сейчас пришла информация о том, что зависит от все-таки самого сознания, насколько он хочет погружаться в эзотерику, там, ну, какие-то вот более тонкие пространства, или ему достаточно вот быть на плане физики, потому что здесь, в принципе, и психологи также могут выполнить в какой-то момент вот эту функцию, то есть тут еще насколько будет желание как приподняться вот на более такой тонкий вот вибрационный уровень, и уж прям из тонкого плана еще вот дополнительно отключить, но по сути, если человек проходит, то есть если он проходит некую психотерапию, и у него отключают, он обрывает вот эти нейронные так скажем связи, энергетические связи с этой установкой, то они же эти тоже отваливаются, кто к этому, кто, так скажем, сидел за счет вот этого убеждения, они тоже отваливаются. Вопрос здесь в том становится, почему психотерапия иногда не справляется, в зависимости от того, что у человека вот на этом энергетическом уровне, потому что вот эти дополнительные так скажем паразиты, которых можно назвать, которые именно вот как качают эту энергию, они могут создавать дополнительные какие-то факторы внешние, которые будут этот момент оттягивать косвенно, косвенное влияние посредством каких-либо мыслеформ, которые вот подгоняются через вот эти энергетические импульсы может создавать как смятение, сомнение, то есть они не то, что действие совершается какое-то, а в человеке рождается это сомнение, которое начинает его сбивать, фокус внимания рассеивается куда-то в другое направление, а вот посмотри, у тебя проблемы, а у тебя там с работы то-то-то-то, а у тебя тут и дети в школе принесли, вот обратим внимание, ну какие-то даже вот такие вот вещи, то есть фокус внимания его могут убирать, могут ли они полностью вот как помешать вообще человеку, так скажем, преодолеть этот момент отключения, вообще ему помешать, да или нет, он у меня идет как, да, но у меня такой момент есть, есть такие ситуации, когда этих убеждений становится так много, что человек в них увязает, он в них прям вот просто, у него прям за ним смотришь, там шлейф просто этих кучек огромный, и у него как, он прям вот встает просто, вот он встает на одном месте, и он дальше двигаться не может, вот он прям вот у него руки назад, и вот он вот так, и все, и замирает, и у него нет возможности движения вообще, а в этом случае как тогда сознание действует? Катастрофические принимаются решения, а что здесь происходит тогда? Если у сознания есть интерес продолжать существование в этом пространстве, то создаются коллапс, создаются, короче, создаются какие-то острые события в жизни человека, которые его как прям стряхивают, а это какого рода? Ну, здесь может быть и заболевание онкологическое какое-то, как у него, как перенастройка происходит, да, происходит какая-то серьезная жизненная ситуация, какие-то аварии, но что-то вот такое, когда человек понимает, что так дальше жить нельзя, что это же по сути вот это создалось не просто кем-то, это же создалось личностью на протяжении жизни, что надо как-то поменять мышление, надо что-то изменить в своей жизни, дальше так продолжаться не может, я не могу двигаться вперед, то есть происходит какая-то резкая такая смена картинки, в которой живет человек, и здесь, кстати, также может быть и встреча с каким-то человеком, который ему как поможет, как вот его подтянет, по-разному, тут включаются разные уже ситуации, в зависимости от того, так скажем, тут спектр такой идет от менее драматичной к максе драматичной, то есть если лайтовые версии не сработали, там уже будет что-то серьезное, человек хочешь, не хочешь, а придется пересмотреть какие-то свои основные жизненные принципы. А есть вариант, когда, допустим, нет и нет, вот этих ограничений очень много, человек так заканчивает свою жизнь, да или нет? Да, да, такой тоже возможный, когда человек, вот он как проходит такой вот опыт, так скажем, я сейчас вижу, как вот по нижнему уровню идет, вот он так проходит свой опыт. Я сейчас вижу всякие вот эти, когда там с алкоголем люди начинают в алкоголь уходить, там такие бомжи, вот это вот, это прямо по нижнему уровню проходит, тоже есть такой некий некий опыт существования. Ну, я, честно говоря, не хочу смотреть, для чего это надо, это какая-то тема для... Наверное, это отдельное, да, удивительное поведение, это... Интерференты, почему интерференты возвращаются, когда происходит отключение. У меня сейчас такая картинка интересная, иногда человек, очень увлекающийся персонаж, личность такая, ему все интересно, он любопытствующий, он под импульсом, а под импульсом бежит, это делает, но импульс, деструктивный импульс, как... У него, как первое, это возникает импульс интереса, а этот импульс интереса можно, так сказать, подрихтовать. Вот если этот интерес на базе, мотивация, короче, тут очень важно, мотивация, если мотивацией является страх, он как-то в каком-то контексте информацию услышал, как-то ее воспринял, особенным образом, и она на выходе дала результат страха, и он от страха бежит, это дело отключает, как происходит корректировка такая, то есть это, знаешь, как не хирургическое вмешательство получается, а косметическое, то есть тонкие линии, которые энергетические, они во время сеанса действительно могут убираться, но основные вот эти, они могут держаться энергетические такие ветки, плотные, они остаются, и по ним все равно начинает идти энергия, то есть может быть, ну это как бы вот эти убеждения, то есть не дело, как отключают, как самих интерферентов, то есть их может целепат увидеть, да, как считать эту энергию, ну или увидеть, или энергию считать, и убрать, но так как убеждения, вот эти сами сгустки энергии, которые себя представляют, они живы, буквально в смысле функционируют, то это дело времени, когда на них прилетят, прилетят следующие партии, или вернутся те же самые, то есть суть всей вот этой манипуляции, называемой отключением интерференции, это вот эти сгустки энергии, убрать, убрать это взаимодействие, убрать эту энергию, которая идет от человека к этим избыточным потенциалам, к этим ограничениям, которые он подпитывает своей энергией, то есть тут задача вывести бессознательное питание этих структур, они уже же структурами даже становятся, то есть он должен понять, перестать, ветер закрыть, человек вот просто, с кем-то разговаривает и воду в кружку льет, у него уже там просто переливается все, а он там с кем-то разговаривает и даже не смотрит, а воду вылил, ах, как же так вот, вот, то есть вот должен, вот процесс очень схож, то есть он должен увидеть, куда он энергию льет, на какие, на свои, вот, он должен это вот просто понять, и вот даже, когда он это, вот это энергия, вот это взаимодействие с этим убеждением выходит на передний план, он просто его видит, осознает, оно уже как бы, вот этот, если ему не интересно это, если он понимает, что, ой, зачем, то есть в нем самом человеке, да, происходит такой прям, это все как бы очень быстро достаточно происходит, осознание, он такой, что-то мне это, зачем это, то есть я это, грубо говоря, плачу за это, то, что мне не нужно, да, это вот как вот считаешь, что ты платишь, вот у тебя есть бюджет, да, и ты там его раздаешь всем, не за каким-то там банком, каким-то приложением фонящим, там, фоновом режиме работает, и ты как бы, у тебя деньги со счета списывают, то есть это сродни этому, и ты вдруг понимаешь, что нафига мне это приложение надо, я уже как бы им не пользуюсь, им не общаюсь, вообще в другой теме, и ты его просто раз и отключайся, то есть, вот прям хорошая, аналогия приложения в телефоне, а еще есть платные приложения, которые, вот в Google есть такие, Google Play есть такие приложения, которые там автоматический платеж подключают, ты там случайно что-нибудь нажал не туда, да, и у тебя каждый месяц денежку списывают со счета, а ты это приложение даже не пользуешься, оно так в фоновом режиме работает, а каждый месяц денежка списывается, вот эти убеждения, это сродни вот этому, а интерференты, это вот те, кто там с обратной стороны, эти денежки получают на счет, а ты как вот такой сидишь, да уж блин, опа, а денег нет, а где деньги, а не знаю, вот, или, а где деньги, а там на что-то как-то где-то списался, то есть не вникает, да, и вот задача как бы увидеть просто, что у тебя вот энергия уходит, вот деньги списываются туда, здесь надо, не, вообще не надо, все выключай, и по сути дела сеанс по отключению интерференции, это вот сфокусировать внимание человека на то, куда уходит его энергия, а по сути вот эти существа, они уже возникают как, ты знаешь, как интересно, они по сути возникают, ну, как вот сопутствующие этому процессу объекта, это как, я не знаю, не знаю, что-то кто-то бросил туда, ну, прямо, причем, мемикатка, ну, там, мед, да, вот капля меда, или что-то там, как-то шарик сладкий, я не знаю, взять, бросить туда, и ты его такой, ой, вон он, ты вот берешь вот этот вот шарик, а там вот икатки, там насекомые какие-то, вот на этом шарике уже какие-то там, я видела сейчас то, что я сейчас в деревне, у меня появилась, кстати, наряд идет с этими, ну, что вот, да, вот эти все насекомые, так ты достаешь, встряхиваешь их, но суть не в этих насекомых, которые облепили вот этот шарик, а в самом этом шарике, вот он сладкий, вот он этот, и он привлекает к себе, да, вот, внимание вот этих, ну, это я такая аллегория такая, да, суть, то есть эти вот интерференты, ой, они сейчас, наверное, на меня обидятся все, что я их тут так, я тебя понимаю, так их значимость опустила, то есть они как косвенно подтверждают наличие, значит, какого-то энергетического источника, который, так скажем, человек не использует в своих интересах, вот, но интерференция, да, то есть есть еще вот то, что у нас получилось с русалкой, это что у нас было вообще за такая взаимодействие, взаимодействие с параллельными существами, с существами, с которыми может человек вступать в контакт, пребывая в том или ином пространстве, будучи на физическом плане, это имеется в виду, вот, элементария, мне приходят природные взаимодействия с энергиями различными, которые олицетворяют, тут не с ламандрой прибегают, энергия огня, деревья, лес, вот, при этом человек может вступать тоже в некое взаимодействие, и это взаимодействие, оно как тропку протоптал, да, то есть по вот этой тропке, потом это взаимодействие может как бы возобновляться, это что, это является интерференцией, да, или нет, очень условно, это очень условно, потому что здесь это больше похоже на взаимодействие и обмен некими энергетическими импульсами, и у человека это может быть бессознательно, вот в этом, с этой точки зрения, это да, это может тоже быть некой интерференцией, если один в этом подвисает, ну, например, когда люди ходят, обнимают деревья, я сейчас вижу такое большое дерево, человек такой на нем лег, на него прямо, это же таки баба, которая таки прям лежит на нем, и вот типа энергию он у дерева берет, или там дополняется, или его там дополняет, и так далее, то есть это гармоничное взаимодействие, да, или нет, условно, опять у меня это такое условно, то есть здесь в зависимости от того, происходит ли стыковка энергетическая, потому что на самом деле, я вот вижу такое энергетическое, такое свечение, вот в районе груди у человека, когда он дерево при, вот этому бабам, вот он так у него прям ложится, но это энергетическое свечение, оно не всегда, то есть человек может обнимать дерево, но ничего не происходит, он обнял, дерево постоял, но там нет энергетического обмена, то есть вообще дерево, дерево обнял, все это так скажем игры разума когда человек думает что вот он а может быть реально энергетическая да а может реально быть ну короче это не совсем и вот не совсем деревом с каждым деревом может быть такая энергетическая соединенность